...который только объясняет нюансы нашей технологии, объясняет нюансы о том, насколько сильно поменялся этап. Так, немножко трещит. Дорогие друзья, у всех хорошо видно, слышно? Возможно, только немножко темное изображение, потому что, ну, свету я сейчас уже включать не буду. Пускай первая часть пройдет таким образом. Так, ну, если у кого-то хрип и прерывистая речь, то перезайдите, либо у вас что-то с интернетом. Коллеги, прошло два одновременно события очень мощных, и о них мы поговорим на расширенном технико-экономическом вебинаре, который обычно освещает все нюансы, все новости, которые у нас произошли за неделю. Но я хотел бы сказать, именно переходя на вводную часть, что действительно у нас время, которое было до 27 или 29 числа, кто как пожелает, то есть 27 первый раз вообще поехал, Unibike 29, он был уже продемонстрирован для иностранных делегаций. Действительно, время очень серьезно поменялось, и поменялась и методика доведения информации, поменялся сам стиль вообще доведения информации. То есть сейчас мы стали немножко такие более бескомпромиссные, что действительно наша технология уже не просто живет в каких-то визуализациях, наша технология не просто существует где-то на бумаге, в технической документации. Наша технология существует уже вживую, и с этим никто, пожалуй, не может и поспорить. И, дорогие друзья, кто присутствует первый раз на вводном технико-экономическом вебинаре, пожалуйста, ответьте циферку 1, вопросники, если такие люди присутствуют. Если нет, то я буду несколько другим образом тогда строить презентацию. Либо плюсик поставьте просто в чате, если кто-то присутствует действительно в первый раз и не умеет вдруг голосовать, такие люди тоже встречаются. Если у нас новичков нет, то мы плотненько так вот поработаем именно по информации расширенного технико-экономического вебинара. То есть буквально вкратце видение по вводному технико-экономическому вебинару дадим. И плавно уже перейдем на расширенный технико-экономический вебинар. Все вы прекрасно знаете и помните, что у нас есть информация по обновлению вообще вот то, что происходит у нас сейчас на экотехнопарке. И, пожалуйста, я с удовольствием вам могу дать эту информацию. В этой презентации фактически каждую неделю обновляется информация по строительству на экотехнопарке. И действительно у нас есть что показать. И фактически можно свою презентацию о проекте Skyway сопровождать в виде фонового сопровождения данной презентации. И также Дмитрий Чайкин давал информацию непосредственно свое видение, как в виде он сформировал вот эту презентацию слайдовую по строительству экотехнопарка. Обязательно на следующих вебинарах представим, когда я перепроверю, чтобы там не было реферальной ссылки. Потому что действительно я могу сказать, что, дорогие друзья, моменты строительства – это самые главные аргументы. И, естественно, демонстрации технологии на генеральном техническом прогоне – это самые наши главные аргументы, которые говорят о том, что действительно стоит обратить внимание на технологию Skyway и действительно стоит максимально рассказывать о технологии всем тем, кто еще не в курсе, кто, может быть, поверил, кто получил, я считаю, такой вот очень добрый жест с легкой руки и благородной руки Анатолия Эдуардовича и всей головной компании. Это 100, минимальный пакет обязательств, 100 единиц актива, и которые в будущем станут реальными акциями, которые реально будут иметь некую ценность. И, соответственно, те люди, которые просто так за регистрацию в личном кабинете получили 100 единиц, это действительно оценят, оценят, если не забудут, конечно, что вообще регистрировались в личном кабинете, буквально через 2-3 года. Ну, я думаю, что через 1-2 года мы увидим уже первые дивиденды. И все это будет зависеть, естественно, от нас с вами, и все это будет зависеть от того, каким образом проект развивается. Могу сказать, что сейчас развивается он очень бурно, очень масштабно и в плане построения краудинвестинговой площадки и сети, и в плане развития адресных проектов, сети адресных проектов. Потому что изначально мы позиционировали, как именно развитие краудинвестинговой системы, сетевое построение корпорации с помощью тех людей, которые впервые поверили в технологию. Это было вот-вот, казалось бы, недавно, прошло действительно очень много лет. Если переводить на то понятие, что год в Skyway считается за 10 лет, мое участие, если взять непосредственно мое участие, то в январе это будет 3 года. Это очень большой для меня срок участия в одном проекте. И я вообще, в принципе, в жизни не мог предположить, что существует такой проект, который будет развивать инновационные технологии с помощью схемы сетевого построения корпорации, с помощью усилий многих людей со всего мира, сшитой внутрь партнерской программой, для реализации действительно широкомасштабной миссии для всего человечества. И вступление на новый технологический уклад, если сегодня мы живем в век IT, телекоммуникации и различной инфраструктуры гаджетов, электронных устройств и мира интернет вещей, то шестой технологический уклад, он преобразится очень серьезно. И не то, что сам преобразится, а преобразит весь мир. Если кто-то будет спрашивать, насколько поменялся мир за 10 лет, изменился он, я думаю, что вы все заметили кардинально. И я вот стал приводить такой пример, пускай это будет как пример любого ребенка, 2-3 года, тот, кто уже, в принципе, умеет осознавать, понимать окружающий мир. И ребенок, к примеру, смотрит в окно, наблюдает за машинами, есть хобби у него смотреть на цвет автомобиля, запоминать марки, но когда пролетает самолет вверху, то ребенок начинает вот так вот расширять, как на смартфоне мы можем сегодня расширить, соответственно, изображение. Ребенок старается расширить изображение пролетающего вверху далеко самолета. И это говорит о том, насколько поменялось мышление, насколько поменялось сознание человека, который родился уже в век блака 5-го технологического уклада. И насколько поменяется жизнь, естественно, в положительную сторону. Естественно, будут еще новые какие-то ответвления, которые будут рождать какие-то и негативные в том числе сферы. Сферы без этого никак не обойтись, потому что, естественно, будет кто-то пытаться использовать развитие 6-го технологического уклада не во благо, но на свои какие-то цели, какие-то нужды. Но одно мы можем сказать, что мир действительно преобразится кардинально. И я всегда люблю приводить примеры именно из своей жизни, то, что я прочувствовал, то, что я пережил, и почему мне искренне хочется, чтобы как можно быстрее появилась технология Skyway. Вот если далеко ходить не будем, я ехал со Словакии, с Европейской конференции по Чехии, Словакии, Венгрии, и произошла такая ситуация, что ввиду того, что короткая пересадка была по продолжительности, я не успел на рейс, и мне пришлось ждать 8 часов до следующего рейса, и более того, из аэропорта Внуково ехать в аэропорт Шереметьево. Естественно, при технологии Skyway такого бы не было. То есть я бы на своем смартфоне просто элементарно посмотрел бы следующий рейс, который у нас планируется, когда подойдет следующий юнилёт, и это не было бы 8 часов пожинания, это был бы очень непродолжительный промежуток времени, и я без отрыва, с абсолютным комфортом, без необходимости искать необходимость как-то переночевать в аэропорту, либо в гостинице, и, соответственно, поехал бы, и поехал бы в подвижном составе с концепцией мобильности 5.0, как мы её сейчас называем, как практикующий футурологи Сергеем Анатольевичем. То есть концепция мгновенного перемещения, когда вы не просто едете в подвижном составе, и все вы, я думаю, видите то, что когда вы находитесь, допустим, в самолёте, когда вы находитесь, к примеру, в железнодорожном подвижном составе, всё равно вы отвлекаетесь от жизни, и вы не можете полностью проживать ту жизнь, которую вы проживаете, когда вы не перемещаетесь в современных подвижных составах на современном транспорте. У вас может пропасть багаж, у вас может пропасть мобильная сеть, у вас может отсутствовать сигнал интернет, у вас нет возможности, допустим, даже питаться так, как вы питаетесь в обыденной жизни, и действительно жизнь на сегодняшний день при перемещении в транспорте, она отличается от той, которая у нас происходит в нашей повседневной жизни. Так вот, мы декларируем, и так оно и будет, что при появлении технологии Skyway у вас жизнь не будет отличаться, сильно и как-то разниться, как-то доставлять вам дискомфорт, и действительно то, что вы ожидаете, то, что вы ощущаете, находясь дома, сидя на диване, либо прогуливаясь в парке, также всё это будет перенесено на концепцию мгновенного перемещения, вы сможете остановиться на ближайшей станции и так далее, и получить ту услугу, ту необходимость удовлетворить, которая вам будет нужна на тот момент. Но об этом более подробно мы, естественно, пообщаемся уже на расширенном технико-экономическом вебинаре. То есть есть, что нам осветить, и прошёл международный форум европейских трёх стран, это Словакия, Венгрия, Чехия, в Словакии, соответственно, и также в Санкт-Петербурге прошёл общероссийский форум, и были установлены определённые стратегии, была получена обратная связь от тех лидеров, которые на сегодняшний день развивает проект Skyway. И одно нас всех объединяет, что мы все приближаем будущую мировую реальность, когда появится не только сеть информационная, и на сегодняшний день, допустим, нам достаточно открыть наш смартфон, нам достаточно включить наш ноутбук, чтобы получить неограниченное количество знаний, чтобы в неограниченных объёмах с высокой скоростью переместить информацию с точки А в точку Б. Естественно, на сегодняшний день мы не можем так перемещаться в современном транспорте. И это действительно недостаток современной транспортной индустрии. Сеть Transnet же позволит создать единую транспортную, энергетическую, коммуникационную, информационную, социальную, даже финансовую. И ещё многие моменты будут учтены, и что немаловажно, это будет единая распределительная система. И, собственно, не будет такого, что люди, то есть пассажиры, все мы с вами сможем перемещаться с какими-то задержками. И я думаю, ни для кого новостью не будет, что у нас частенько бывают задержки в рейсах. Реже, естественно, но всё же бывает в железнодорожном транспорте. И Skyway это то недостающее звено в будущей мировой логистике, когда будут сэкономлены миллионы, десятки, сотни миллионов для тех компаний, которые на сегодняшний день используют современный транспорт. И в первую очередь будет сэкономлено время. Ну и мы сейчас уже подправляемся по концепции чуть-чуть дальше, чуть-чуть выше. Также будет в значительной степени подкрепляться и укрепляться здоровье эта концепция Unibike. И из этого следует логика, что, в принципе, мы не только создаём будущее уже в настоящем движении и экономим время, но и укрепляем здоровье и фактически продлеваем жизнь. Потому что, естественно, каждый будет счастлив, здоровым перемещаться мгновенно с высокими скоростями из точку А в точку Б. Ну и так как сегодня у нас новичков очень мало, и либо их не присутствует вообще, либо не проголосовали, я буквально вкратце остановлюсь на том, что технологии Skyway уже более 39 лет, и всё началось далеко не вчера. Уже фактически 40 лет в следующем году Анатолий Эдуардович развивает концепцию Skyway, и началось всё с первых чертежей, с первых рисунков. Далее, соответственно, Анатолий Эдуардович продумал и донёс мировую общественность на международной конференции по неракетной индустриализации ближнего космоса концепцию общепланетного транспортного средства. И мы обязательно вернёмся к этой концепции, потому что это высшая цель развития проекта Skyway, высшая цель Анатолия Эдуардовича Юницкого. Ну и, естественно, для того, чтобы мир понял, и для того, чтобы сформировать в первую очередь и капитализацию, и получить прибыль для реализации такого сверхмасштабного проекта. То есть нужно не только договорённость между фактически всеми странами мира. Сейчас мы имеем пример таких договорённостей. Допустим, Парижское соглашение, Конвенция ООН. Более 120 стран приняли участие в подготовке данного соглашения. Оно гласит об изменении климата. И, на самом деле, многие экологические проблемы, многих экономических проблем можно было избежать при своевременном внедрении общепланетного транспортного средства. Но, естественно, никому ещё никогда не удавалось перепрыгнуть через технологические уклады. И когда не появился ещё интернет, о каком общепланетном транспортном средстве, по логике может идти речь. Если бы не появился интернет, не была бы реальная возможность система краудинвестинга, естественно. И все мы сейчас не находились бы в этой аудитории. И в качестве спикеров не выступали бы я и Сергей Анатольевич, не вели бы каждую среду вводный и расширенный технико-экономический вебинар, независимо от того места, где мы находимся. И были попытки, которые показывали развитие проекта без схемы народного финансирования. Эти были попытки предприняты в 2000-х годах, когда произошло знакомство Сергея Анатольевича Сибирякова с Лебедем Александром Ивановичем. И это был один из первых людей, который серьёзные транши выделил на финансирование технологии Skyway. Был создан участок, тестовый участок в городе Озёры. И я думаю, что Сергей Анатольевич расскажет, уже в ближайшее время, возможно, планируется такая экскурсия, поход, посмотреть, а что же происходит на месте того самого полигона и почему называется полигон в озёрах. Потому что, несмотря на то, что была очень мощная поддержка Лебедя Александра Ивановича, который, к сожалению, погиб трагически и никто не знает, как развивалась бы история проекта Skyway, если бы Лебедя Александр Иванович не предпринял бы тогда решительное действие, не был бы заложен первый нулевой километр и не начата была бы история развития Transnet. И более того, Сергей Иванович Морозов на тот момент губернатор Ульяновской области, на сегодняшний момент, как ни странно, провёл презентацию для Дмитрия Анатольевича Медведева на Госсовете России по инновациям в транспорте. Дмитрий Анатольевич эту концепцию принял. Он сказал, что когда будет найдено финансирование, то, пожалуйста, развивайте, никто вам не будет мешать, будет только поддержка. Но неизвестные лица по неустановленным причинам действительно разрушили тестовый участок, буквально под ноль, и увезли в неизвестном направлении опоры. Тогда именно непосредственно подвижного состава Skyway не было. Испытателем был ЗИЛ, ЗИЛ уходящего неба, мы его так называем. И основной упор делался на испытания именно путевой структуры. Это было второе поколение технологии Skyway. И, естественно, это огромная веха. Это привело уже к развитию краудинвестинга, когда после общения, и сейчас мы понимаем, что это были недобросовестные партнеры, которые сейчас стараются каким-то образом мешать развитию проекта Skyway, наблюдая те очень серьезные результаты, которые на сегодняшний день мы достигаем. И, соответственно, была предпринята финальная попытка, так скажем, это начало развития краудинвестинга. В 2013 году Анатолий Эдуардович начал сосредотачиваться на этой стратегии. И в 2014 году начал народное финансирование развиваться уже в полной мере, в полном обороте. Тогда по российскому рынку я могу сказать, дорогие друзья, мы опережали всех и вся, потому что, в принципе, русскоговорящие опережали и были все визионерами, кто присоединился на тот момент к проекту, потому что поверили в идею, поверили в технологию, не имея ни научно-производственной базы, ни инженерного центра, ни каких-то разработок уже в настоящем времени технической документации. Все только готовилось, и на сцене, когда на первой конференции спрашивали тех людей, среди тех людей, естественно, был большой лидерский состав, который сейчас развивает вообще проект Skyway. Кто-то устал, кто-то начал снова где-то работать, кто-то ушел в другие проекты. Но мы бежим с вами на сегодняшний день, дорогие друзья, марафон. И благо, что действительно олимпийский огонь такой вот Skyway, Sky-огонь перенял европейский рынок, потому что сейчас большую часть инвестиций, мы говорили об этом и на общероссийском форуме в Санкт-Петербурге, привлекает именно европейский рынок. Естественно, очень хочется, чтобы и русский рынок максимально стал развиваться именно после этой серьезной даты 27 ноября. И все мы с вами сейчас дружно встали, как когда-то мы, естественно, я тогда не был даже в проекте, когда советский народ начал развивать и строить БАМ, когда-то были созданы серьезные инфраструктурные проекты, ГЭС, ГРЭС и так далее и тому подобное. Именно в советское время действительно такой вот великий пример. И сегодня мы, объединяясь, развиваем четыре направления той технологии, которая полностью изменит реальную действительность и не только далеко от транспорта. Естественно, я хотел бы в первую очередь остановиться на том направлении, которое появилось буквально несколько месяцев, так скажем, назад. Это 10 месяцев назад. И от момента реализации с нуля до момента реализации, соответственно, уже в реальном подвижном составе прошло чуть больше трех месяцев. И сейчас мы видим уже, что были продемонстрированы ходовые испытания в движении Юнибайка, а в 2015 году это была только визуализация. Городской пассажирский транспорт также, естественно, вы можете посмотреть в той презентации, я сегодня на ней так вот более подробно не буду останавливаться, с несколько другим образом построим вебинар. Посмотрите вот эту скомпонованную презентацию по строительству Экотехнопарка. Есть там слайды про инотранс и так далее. И вот того, что было визуализацией в 2015, в 2016 это было построено в виде реального подвижного состава. И это вряд ли смогут повторить, потому что не было повторено ранее такой результат, такой прогресс. Буквально за два года, буквально за год мы построили то, что сейчас можем показать и чем гордимся на Экотехнопарке. И что за такой короткий промежуток времени был собран инженерный потенциал, коллектив конструкторов, дизайнеров. И все, что относится к научно-производственной базе, присоединился господин Сенкевич. То есть это тот великий человек, который в свое время занимался проектом «Ео Мобиль». И, казалось бы, вся история накапливала потенциал, готовила специалистов, чтобы уже рождать действительность Skyway и реализовывать проект очень мощными силами, очень мощным потенциалом. Поэтому я могу сказать, что на сегодняшний день те люди, которые присоединяются к проекту Skyway и верят в него, имеют все шансы и возможности. Все мы с вами действительно то, что мы декларируем и уже демонстрируем. И то, что мы декларируем по дивидендам, по получению потенциальной прибыли, то, что это будет сверхприбыль. Увидеть в реальности и уже ощутить на себе точный срок и точный год, я не могу сказать, потому что это зависит только от адресных проектов. Но что-то мне подсказывает, что это будет весьма неотдаленный промежуток времени. И поэтому, обладая теми техническими характеристиками, революционными в аэродинамике, революционным вообще конструированием подвижных составов, в составных частях подвижных составов и инновации в самой путевой структуре, дешевизна в строительстве, дешевизна в монтаже, в дальнейшей эксплуатации. И, естественно, инновация в самом струнном рельсе, то есть это преднапряженная конструкция, такого, в принципе, мир раньше не видывал. Это не монорельс и нельзя сравнивать ни с монорельсом, ни с существующим транспортом, казалось бы, второго уровня. Кто-то называет монорельс транспортом второго уровня, кто-то называет эстакадный высокоскоростной транспорт. Ну, это несколько другое. И все это мы на сегодняшний день демонстрируем на Экотехнопарке, показывая те результаты, которых мы на сегодняшний день действительно достигли. Ну, а я передаю слово Сергею Анатольевичу Сибирякову. Это тот человек, который более 16 лет развивает проект Skyway. Несмотря на многие трудности, сложности, заманчивые, сладкие предложения возглавить, например, министерство, все равно стоял на четкой стратегии, как самурай, развивать проект Skyway. Потому что именно тот, кто бьет в цель и действительно, как есть поговорка «капля камень точит», вот мы, являясь каплями из многочисленного океана Skyway, действительно пробиваем вот эти стены, которые, казалось бы, невозможно было пробить. И достигаем тех результатов, которые были показаны на выставке «Транспорт России» министру транспорта Соколову. И многие люди, кто пришли, так скажем, с прошлого и не верили в технологию, сейчас в нее поверили. Ну, а взгляд с прошлого и такой более глобальный обширный охват и анализ. Так, друзья, добрый день. Запускаем параллельно еще и перископ. Сейчас он начнется, не хочет идти перископчиком, ну ладно. Спасибо, Алексей. Запустился. Тут, конечно, подустали все с таким темпом, который сейчас идет так. Давайте сначала, как видно, как слышно, что все нормально у нас по настройкам. Отлично идет. Так, у нас Андрей сегодня на страже из Красноярска, в Екатеринбурге. Мы как раз встречались в Санкт-Петербурге на форуме, вот, пообсуждали. Вот, особенно последний у нас был знаменательный вебинар, когда больше ста троллей одновременно атаковали наш сайт. Это там, не знаю, раз, наверное, 300 Андрей выбрасывал, ну, выводил людей из комнаты, они опять залезали. Вот, так что это тоже, друзья, уже... Даже проведение вебинара сейчас становится уже некой такой войсковой операцией. Вот, поэтому сейчас, Андрей, когда там один не справляется, мы еще даем прав людям, которые могут вести и помогать. Так что, друзья, видите, все у нас не скучно. Вот, мы как раз в понедельник все вернулись, были в Санкт-Петербурге. Алексей был в это время на форуме, как он уже говорил, в Словакии, где были наши очень активные партнеры. Так, Андрея у нас сейчас нету, вечером точно буду, но, Андрей, будем надеяться, что сегодня тогда не так активно они нас будут долбать. Вот, если что, тогда уж, друзья, не будем сегодня искушать, просто отключим чат тогда, и все. То есть, если сегодня будут сильно хулиганы, вот, а вечером уже Андрей, говорит, будет редактировать чат. Поэтому, друзья, подходит, мы в Санкт-Петербурге провели наш такой годовой... Так, да, тут вопрос задают, вечером телемост, вебинар будет. Ну, мы, друзья, просто объединим весь этот процесс. Мы в 19 часов, мы для новичков проведем вебинар. То есть, такой, ну, и те, кто пораньше зайдет. В 20 часов у нас будет, ну, такой наш расширенный, но он будет совмещенный с телемостом. Поступать будет представитель конструкторского бюро. Вот, скорее всего, будет Виктор Бабурин. Он расскажет о том, как, что сейчас происходит, какие последние новости с полей, и как настроение, как вообще работать. Там идет постоянная сейчас очень активная работа. Идут постоянные сейчас различные делегации, которые уже рассматривают применение технологий. То есть, готовится сейчас уже много, прям целая-целая череда командировок и Виктора Бабурина, и самого Юницкого в разные регионы. То есть, это говорит о том, что понимание приходит. Тут цель и задача, которая перед нами с вами стояла, это именно выступить заказчиками для Эко-технопарка. И чтобы он начал, он начал именно демонстрировать возможности технологии. Вот, поэтому этот процесс сейчас активно и активно набирает обороты. И мы с вами являемся тому и свидетелями, и участниками активного процесса. И поэтому сейчас, ну скажем так, мне даже смешно обсуждать, когда начинают говорить о том, что медленно что-то движется, или хотелось бы что-то по-другому, что что-то делается не так. Вот, это, друзья, знаете, уже не вызывает такое серьезное сейчас панирование даже. Это неинтересно обсуждать, потому что с тем темпом и с тем количеством людей, которые подключаются к проекту и в Европе, то есть уже и наши европейские лидеры тупо читают текст. Да, друзья, у меня тоже, так сказать, это в Перископе сейчас пишут, что я выступаю текст, и никто не может поверить, что мы с Алексеем выступаем абсолютно без бумажки. Поэтому мне тоже это смешно смотреть. Нет, друзья, сразу могу сказать, по бумажке я не читаю, причем вообще никогда. Вот, я всегда выступаю только вживую, если я говорю какие-то тезисы, то я их заранее озвучиваю и заранее... Поэтому, конечно, сейчас, друзья, конец года, усталость накапливается, потому что проделана огромная работа уже, уже просто хочется, чтобы начались эти рождественские каникулы. Кстати, сегодня на телемосту мы будем озвучивать раз новых программ и именно рождественские подарки, которые будут готовиться в нашей компании. Естественно, что это все будет вокруг дополнительных предложений, вокруг пакетов, вокруг стимулирования работы компании. Поэтому это все тот, чем мы с вами занимаемся, и мы уже подвели итог. Мы, как мы говорили, две недели назад были всем директорским составом в Минске и проводили такое расширенное совещание именно с руководством головной компании, с Юницким, с Надеждой Косарем, Виктором Бабуриным. Мы как раз отчитались, показали ту работу, которую мы сегодня проделали. Наметили планы на 2017 год. И сейчас уже можно без преувеличения сказать, что 2017 год – это будет годом расцвета SkyWay. Это будет годом новых вершин, к которым мы подойдем, и новых результатов, к которым мы сейчас подходим. Все абсолютно к этому готово. Мы набрали опыта, мы набрали, в общем-то, очень серьезные темпы работы. Мы собрали очень большое количество сегодня уже наших сторонников и партнеров. Сегодня более 120 тысяч – это только активных акционеров, которые пришли в проект. Сегодня огромное количество людей, которые получают информацию о проекте. Это уже приближается к миллиону человек, но те, которые еще не приняли для себя решение стать партнером и акционером. Это тоже, друзья, процесс, который проходит постепенно. Соответственно, 2017 год будет как раз ознаменован тем, что очень многие проекты станут интерес именно в конкретных проектах. Сейчас между вебинарами мы обязательно показываем наиболее важные репортажи. Конечно, сегодня самый главный репортаж – это интервью Рода Хука, который показал и рассказал, что делается в Австралии, какие планы и какие перспективы есть. Сейчас очень много активных делегаций, которые постоянно приезжают в Экотехнопарк. И те визиты, которые готовятся сегодня для презентации. Поэтому мы одно время, помните, мы называли, в каких странах мы сейчас работаем сегодня. Это уже смысла нет никакого, потому что легче уже будет называться страны, где не идет работа по Skyway, чем там, где мы сейчас работаем. Поэтому заниматься перечислением географии – это просто, друзья, на сегодняшний момент безперспективный и неинтересный. Одно можно сказать, что это на всех континентах, что это десятки и десятки стран. И, соответственно, все это подходит именно к запуску конкретных компаний и проектов. Очень интересны у нас партнеры с точки зрения работы сейчас и на рынке криптовалюты. То есть мы работаем сейчас и в новых технологиях, связанные с информационной базой данных. То, что Алексей говорил, что сегодня на Транснет накладываются уже не только, как традиционно мы обсуждали, транспортные задачи, потом коммуникационные. То есть зашиты средства связи и для внутреннего пользования, и для внешнего, и энергетические. Так вот сейчас уже выходят это и финансовые инструменты, которые именно уже лежат на базе вот этих технологических решений. И уже коммуникационные и социальные сети. То есть, друзья, так как развивается проект Skyway сегодня, ну, я могу сказать, что горизонтов не то, что не видно, а это как раз и есть истинный горизонт цели, когда мы подходим, решая одни задачи, открываются следующие горизонты, следующие горизонты. И, наверное, друзья, это уже конца края иметь не будет, потому что этот проект, который имеет начало, он запущен именно 27-го, были первые испытания, начало именно в Экотехнопарке. 29-го была первая демонстрация, когда действительно можно сейчас четко утверждать, что технологии существуют. И здесь, друзья, как раз очень важно сейчас понимать, с чем мы входим в 2017 год. 2017 год, это именно развитие технологии, когда пойдет по всему миру, но при этом сегодня, друзья, мы встали абсолютно в новое качество представления, презентации технологий. Я прошу всех, кто работает в проект, чтобы вы это понимали. До тех пор, пока, хотя для специалистов строительства в Экотехнопарке, то есть вот тот же Ротхук или эксперты Амрикона, когда они видели, их очень серьезно впечатляло то, как проектируется, все как строится. Но для большинства, скажем так, простых людей, которые не глубоко погружены в технологии, не глубоко погружены именно в конструкцию, в технологические процессы, для них всегда хотелось, чтобы быстрее, чтобы показали хоть какую-то готовую продукцию. Причем, друзья, мы всегда говорили, всегда, это Юлийский в своих репортажах показывал все, что идет в Экотехнопарке. Было очень много за этот год именно встреч с конструкторами, которые показывали, что нельзя сегодня определенные задачи решать быстрее, чем делать. Если мы соберем 9 женщин, то они вам все равно за один месяц ребенка не выносят. Есть определенные циклы, которые необходимо сделать. Их максимально, конечно, оптимизировали, максимально ускоряли, но то, что сегодня подошли с результатом в 2017 год, это основное, друзья, что мы можем утверждать, и уже никто сейчас не может сказать, что технологии нет. Потому что она демонстрируется, она начала первые делать демонстрационные шаги, когда побежал наш Юнибайк, сегодня готовится уже именно к первым презентациям, демонстрациям ходовых своих свойств уже Юнибус 14-местный. В цехах уже заложена следующая линейка и Юнибайков, и Юнибусов. Там будут и целая линейка как семейных, то есть 4, 6, 8 местных, так и более вместимых, 28 и более. То есть линейка, она самая расширенная, и со временем будут показаны все новые и новые возможности технологии. Также грузовых Юнитраков и Юникаров, то есть тех, кто будут возить сыпучие грузы, то есть и, соответственно, те, которые будут заниматься еще и контейнерными перевозками. И сейчас, друзья, то, что сегодня есть, мы обязательно, друзья, тоже мне очень много задают вопрос, почему очень много информации, которая идет, она повторяющаяся. Ну, во-первых, друзья, когда мы говорим про Skyway, про технологию, каждый раз, чтобы были абсолютно новые новости, это быть невозможно. А с другой стороны, друзья, очень многие вещи, которые мы сейчас проговариваем, к сожалению, даже люди, которые слышат это по 20-30 раз, все равно многое не понимается. И мы тоже сейчас в Санкт-Петербурге, когда было личное общение, особенно там был интересный показатель, были у нас представители Санкт-Петербургского политехнического университета, и для них многие вещи, они, вроде, занимаются транспортной логистикой, именно концепцией развития будущего, именно транспортного будущего. Но когда они увидели комплексы, ту программу, которую сейчас мы представляем, конечно, друзья, это было определенным шоком для специалистов, потому что сейчас идет активнейшая дискуссия по поводу вообще развития транспортных коммуникаций, транспортных концепций, вот, и мы в этом принимаем, друзья, самое непосредственное участие. Я могу сказать, что то, что сейчас основой является инженерная школа Юницкого, она сегодня позволяет нам утверждать, и сегодня позволяет нам, ну, скажем так, очень уверенно себя чувствовать на самом острие именно транспортной науки и вообще развития сегодняшней технологии. Потому что весь мир сегодня спорит и обсуждает концепцию движения 4.0, это кто, ну, соответственно, либо следит, либо, если вы не понимаете, то я сейчас коротко поясню, что это такое. Это сегодня внедрение всех технологий, именно связанных с IT, с компьютерным программированием, связями с интеллектуальными системами, в концепцию перемещения. И, соответственно, сегодня делают интеллектуальные автомобили, все идут сегодня по концепту именно электромашин, электромобили первого уровня, и сейчас состоит задача, это сделать их более безопасными, соответственно, внедрить туда основные наработки сегодня интеллектуальных систем, это и система датчиков, когда машины взаимодействуют между собой, то есть уходя от столкновения, и внешнее слежение, они отслеживают, соответственно, пешеходов и велосипедистов, и взаимодействие с службами спасения, и с интеллектуальными, соответственно, регулированием движений. И все это сейчас направлено на то, чтобы максимально технологии IT использовали для того, чтобы сделать перемещение и жизнь более, первое, безопасной, и второе, экологичной. То есть задача идет на снижение аварийности и на снижение выбросов топлива. И это основное направление, и это общее направление называется «Мобильность 4.0». Это просто для тех, кто не сталкивался и не знает, что это такое. Так вот, друзья, сегодня инженерная школа, именно Skyway, инженерная школа Юницкого, она не просто отвечает сегодня вызовам, а, соответственно, тех транспортных систем, которые есть 4.0. То есть мы, выводя транспорт на второй уровень, упрощая систему путевой структуры, упрощая систему автоматизации управления, можем утверждать, что сегодня четко, Юницкий об этом говорит, что движение, все движение сегодня будет безопасным, и мы смертность на дорогах практически сведем к нулю. То есть это полтора миллиона человек, которые сегодня в мире гибнут на дорогах. Можно утверждать, что с развитием Skyway, с построением именно транспортных коммуникаций Transnet, этот показатель будет стремиться к нулю. И очень важный второй момент, что это можно решить только с применением электротранспорта, электромашин второго уровня, что, собственно, и есть основа сегодня транспорт на Skyway, и что сегодня и является предметом демонстрации в Экотехнопарке. Соответственно, следующее направление, которое сегодня демонстрируется и делается во главе угла, ставится, это экология. То есть это электромашины, но те, которые не выбрасывают для производства электроэнергии, не потребляют углеводородного теряя. И сегодня концепция, которую мы развиваем, делаем и внедряем, позволяет утверждать, что трассы Skyway, трассы Transnet, они будут не только экологически более чистыми, чем ДВС, то есть двигатели внутреннего сгорания, они абсолютно не будут потреблять энергетику, которая основана на невозобновляемых источниках, то есть на углеводородах. Это тоже, друзья, очень важное такое утверждение, которое раньше не позволял себе сделать никто. Это очень ответственное заявление. Оно соизмеримо с таким же, как в свое время, где-то три года назад, Илон Маск сделал такое очень футурологическое предположение, но сейчас он это реализует с помощью производства, и запускает завод на 100 миллионов комплектов, которые позволяют в течение 10 лет фактически все домохозяйства в мире сделать независимой от проводной энергетики, и вся электроэнергия и тепло, которое будет потребляться и выделяться в доме, оно будет с помощью возобновляемых источников. Таким образом, транспорт и домохозяйство – это 60% сегодня потребления всех, не только нефтепродуктов, а всех углеводородов, включая газы, угля и так далее. Это, друзья, абсолютно новый подход. Где-то вы это слышали, где-то это слышали, это сейчас после питерского форума мы в таком сжатом виде сейчас формулируем и даем. Это тоже, друзья, то, что сегодня дает технологии, и то, что раньше даже не было возможности, у нас не было, скажем так, возможности это заявить и это сказать. На сегодняшний момент, как только начал работать эко-технопарк в Марьиной Горке, соответственно, как только начались демонстрации уже технологии, и ни у кого сегодня нет возможности сказать, что технологии не существуют, то начался следующий процесс. Это перевод из декларации в демонстрацию. И на сегодняшний момент мы уже четко можем утверждать, что мы можем убрать все пробки из всех мегаполисов мира. Мы сегодня можем убрать все фуры с дорог Европы и дорог Северной и Южной Америки. То есть это сегодня основные проблемы. Мы сегодня можем снизить выбросы продуктов горения углеводородов сначала в разы, а в перспективе, то есть 10-15 лет вообще свести все перемещение, все транспорт только к возобновляемым источникам. Поэтому, друзья, если все это обобщить, то я могу сказать, это обычная фраза и обычная вещь, которой я подвожу вот эту первую часть, и когда мы переходим на вторую часть расширенной технико-экономической вебинар, это, друзья, о том, что за последние 15-20 лет мир изменился радикально. И с входом IT, с входом смартфонов, интернета, ноутбуков и всех приложений, которыми мы сегодня пользуемся, мир стал предоставлять абсолютно новые качества услуг, о которых мы раньше даже не могли предполагать. И сейчас, друзья, надо привыкнуть и четко понимать, что мы делаем то, что в ближайшие 10-15 лет мир изменится более радикально. В нашу жизнь войдет Транснет, мы все будем пользоваться технологией Skyway, у нас появятся в распоряжении Юнибайки, Юнибусы, Юнилеты, Юникары, еще целая линейка нового подвижного состава, который будет принципиально новым цивилизационным решением технологии. И для кого-то это является будущим, кто-то об этом слышит первый раз, кто-то верит, кто-то не верит. Для нас, друзья, это уже повседневная работа, мы это создаем, мы это делаем, мы сегодня работаем активнейшим образом в адресных проектах. У нас огромная команда сегодня уже профессионалов в десятках стран, которые продвигают адресные проекты, и это как раз, друзья, только начало. Соответственно, мы отстроили юридическую и финансовую схему, каким образом и капитализировать, и защитить инвестиции, кто входит, и юридически сделать грамотно выверенную схему, каким образом, становясь партнером, вы дальше защищены по работе в проекте. Это, друзья, все отстроено, сделано, работает. Конечно, не везде это все идеально, мы постоянно совершенствуем и меняем эту систему, но здесь, друзья, не то что оправданием, а единственным мерилом здесь может быть, это только практика, это результат. И, соответственно, друзья, чтобы сейчас сделать, как это у нас принято уже, рекламную паузу, или паузу между первой частью и второй частью вебинара, то сейчас про технологию, которую сейчас уже четко мы можем утверждать, что она существует, то, друзья, это единственная мерила, которая отличает болтунов от болтунов. Сегодня концепция, стратегии, возможностей, футурологии, ее, друзья, очень много. И сегодня очень многие, которые утверждают, как будет выглядеть транспорт, или какие могут быть технологии, у всех, друзья, как Кеницкий неоднократно говорил, это для меня ключевые такие фразы, что инженера, друзья, отличая это от бла-бла-бла, звездобола, только практика. Если ты, как инженер, декларируешь определенные вещи, потом их показываешь, да, ты имеешь право и называться инженером, и называться тем, что есть инженерная школа, и, соответственно, демонстрировать результат. Соответственно, если идет просто болтовня, либо тем более, скажем так, недобросовестная конкуренция, а идет, скажем так, критика других технологий, при этом не показывается, не демонстрируется ничего свое, то это, друзья, называется обычным в народе, это просто есть одно очень хорошее, такое емкое слово. Так вот, друзья, период, который мы сейчас прошли, очень был непростой период, это именно когда, находясь, инженерная школа, личный инженер Юницкий, находясь в одной плоскости со всеми этими балоболами и звездоболами, также говорил, что мы это сделаем, мы это покажем, мы это делаем, но, друзья, пока возможности для демонстрации только готовились, к сожалению, был очень сложный этот период, который приходилось это терпеть, приходилось этим мириться, и мы только шли вперед и показывали. Сегодня, друзья, принципиально новый вопрос, принципиально новый вопрос. Сегодня для всех, как так называемых, мировых авторитетов, которые называют себя футурологами, а мы даже в этом плане с Алексеем, исходя из инженерной школы Юницкого, мы сегодня даже создали не ассоциацию футурологии, а мы ее назвали ассоциацию практикующей футурологии, потому что мы не в чистом виде футурологии, мы все-таки те, кто уже видим, как развивается технология и мы описываем ее возможности. Мы ничего сейчас не изобретаем и ничего нового не придумываем. Просто то, что заложено сегодня в инженерную школу Юницкого, мы это показываем, и это как раз и есть самая главная футурология. Естественно, что, как Алексей в первой части говорил, что все начиналось еще с космической программы, а сейчас это опять идет к следующему этапу развития транспортных систем, которые будут уже выходить за пределы Земли, и, соответственно, друзья, это и есть основная футурология, но в отличие от всех остальных и школ, и направлений, мы те, что делаем и показываем. И поэтому, почему, друзья, надо понимать, 27-29 ноября это ключевое отличие от того, что мы встали в ряд уже других технологий. Мы встали в ряд технологий, которые показываются, и Юницкий уже может позволить себе сказать, я показываю, а что показываете вы? Если вы ничего не показываете, нам не о чем говорить, тем более нам не о чем спорить. Как можно спорить со звездоболами? Друзья, ну, это все равно, что Королев создает ракету, приходит какой-нибудь там звездок, говорит, а я сделаю лучше. Ну, сделай. Я понимаю, когда идет соревнование между двумя школами, школой фон Брауна, которая создает НАСА, и создает ракеты, которые летят, ну, и школой Королева, и весь мир за этим наблюдал. Но это, во всяком случае, есть что обсуждать. А когда говорится, что вы делаете не так, а я сделаю что-то лучше, либо у вас что-то плохо, ну, это, друзья, выглядит сейчас уже, во всяком случае, несерьезно. Поэтому 29 ноября мы, друзья, вышли все уже в новую плоскость, и Юницкий уже как инженер, который показывает свои результаты. И опять же, друзья, это только первые робкие шаги, первые. То есть наш Юнибайк, как бы мы его не любили, как бы это ни было нашей первой гордостью, но это, друзья, только первый шаг двухместной электромашины. Конечно, она за собой несет огромный такой потенциал, и мы еще с вами много и много будем говорить о Юнибайке, о тех возможностях, которые в нем доложены. Но основная, друзья, и на этом я первую часть буду заканчивать, что принципиальное отличие до 29 ноября и после 29 ноября о том, что инженерная школа показала технологию первую. И дальше она будет показывать ее развитие, и мы будем видеть практически каждый месяц новые машины, новые транспортные решения, новые логистические решения и так далее, и так далее, и так далее. И всех остальных, друзья, которые будут относиться либо с критикой, либо это самое, можно посылать сразу в одно место, сказать, друзья, сначала сделайте, покажите, что у вас есть, а потом приходите либо критиковать, либо обсуждать. Пока нас нет, со звездобулами говорить, друзья, не о чем и не интересно. И как раз 29 число это то, когда позволило выйти из этого общего масса всех людей, которые что-либо утверждают. А все же у нас эксперты, друзья, все же у нас специалисты, которые в своей жизни ничего никогда не сделали, ничего никогда не добились, но которые могут что-то дело утверждать, а тем более очень серьезно критиковать, а тем более, друзья, еще и мешать. Сегодня этот этап пройден, сегодня начинается новый этап, почему мы говорим, что у Skyway в 2017 году новый этап. Это уже работа с экспертами, это работа с заказчиками, это работа уже с крупными инвесторами, которые приходят уже на готовую технологию, друзья, на готовую технологию. И сейчас, чем дальше мы можем сказать, что сегодня готова уже определенная часть технологии, со временем технологии будут становиться для демонстрации все больше и больше. Ну вот, друзья, давайте первую часть на этом мы будем заканчивать. Как всегда, фраза, что для тех, кого проект не интересен, с теми я прощаюсь. Со всеми остальными буквально через несколько минут мы продолжим нашу работу. Вечером у нас расширенного техноэкономического вебинара не будет, будет для новичков, а потом общий телемост, который мы сегодня совместили в выступлении именно и представителей КБ, и всех директоров, именно чтобы подвести итог, запустить сегодня акцию по счастливое Рождество и, соответственно, наметить план на 17-й год. Все, друзья, небольшой. Транспорт России 2016 прошла в Москве на минувшей неделе. Свой проект на ней презентовали и представители Беларуси. Подробнее в репортаже. Транспортная неделя, в рамках которой и прошла выставка. Уникальный формат, включающий в себя крупнейшее и наиболее значимые деловые и культурные события отрасли. На территории выставочного центра «Гостиный двор» были представлены различные инновационные проекты в сфере автомобильного транспорта, авиации, судоходства и другие технологии транспортной сферы. Свой проект на выставке «Транспорт России» представила и белорусская сторона в лице ЗАО «Струнные технологии», презентующие инновационные технологии, которые уже начали проходить ходовые испытания в городе Марино-Горко под Минском. Первым проверке подвергся один из подвижных составов, разрабатываемых в рамках проекта «Юнибайк», который представляет собой транспортное средство малой вместимости. Первичной сферой его применения выступают рекреационные и закрытые зоны, места отдыха и локальные транспортные линии. С развитием технологий и необходимой инфраструктуры «Юнибайк» может использоваться как полноценный городской транспорт, занимающий промежуточное положение между персональным и общественным транспортом. Этот вид транспорта имеет ряд преимуществ, призванных сделать комфортнее и дешевле при движении пассажиров. Мы говорим о дешевизне, низкая стоимость путевой структуры, низкая стоимость подвижного состава, экологичность, большие объемы возможной перевозки людей, пассажиров, пассажиров грузов из-за немного другого подхода к логистике. УЗАО несколько потенциальных заказчиков из разных стран, таких как Австралия, Филиппины, Россия, Израиль, Канада, Индия и другие. Ну и скажите напоследок, сегодня уже подходили официальные лица, как они отзывались, мнениях? В первую очередь было очень приятно, что наш стенд посетил Сергей Иванович Морозов, губернатор Ульяновской области, который в 2009 году первый презентовал эту технологию Дмитрию Анатольевичу Медведеву в Ульяновской области на госсовете по инновациям. И он с большим удовольствием увидел, что проект развивается. Выставка «Транспорт России» действовала в течение трех дней, и за это время ее посетили тысячи человек, и было заключено, либо запланировано, ни одно соглашение о сотрудничестве. Продолжение следует...